Теперь мы на спорте! Спасибо! А какой он, Виктор Володин, директор спортшколы? Строгий руководитель, понимающий, сочувствующий? Как отзываются о вас ваши коллеги? Все отзываются по-разному, но стараюсь быть более сдержанным, умеренным, более, так сказать, добрым быть. Но тренеру, наверное, доброта, если присуща, то меньше. Все равно нужна строгость, нужна дисциплина, ответственность и нацеленность на результат. Конечно. Ну, тренер совсем другой характер. Здесь действительно надо иногда где-то и прикрикнуть, и жестко сказать, иначе результата не будет. Потому что спортсмен хандрит иногда, приходится как-то его в рамки. А где-то надо и приласкать, с девочками особенно. Давайте перейдем к непосредственной теме нашей сегодняшней программы. Сегодня говорим о конькобежном спорте с понижением температуры воздуха в Кирове. Активность представителей зимних видов спорта, в том числе и конькобежного спорта, все больше и больше растет. Но сказать, что конькобежцы только-только приступают к тренировкам и подготовке к сезону, будет неправильным. Давайте мы немного восстановим хронологию последних месяцев. Каким было прошедшее межсезонье? Когда оно началось? Чего успели добиться? У нас ведущий тренер нашей школы Андрей Владимирович Плюснин с августа провел 4 учебно-тренировочных сбора за счет ЦСП Кировской области. В городе Челябинске вывезли порядка 20 человек на каждый сбор. Часть из них за деньги ЦСП. Кто по результатам подходит, остальные за свои деньги, родительские. Если не секрет, сколько стоит примерно участие в сборах? Сколько родителям придется выложить? 20-25 тысяч один сбор обходится. Достаточно много. И, наверное, не у каждого родителя есть такие деньги. Конечно. Чем еще запомнилось в межсезонье и на какие соревнования уже успели съездить воспитанники с «Шор-Динамо»? Ну, прошел у нас первый этап Кубка России. Но, к сожалению, у нас все ведущие спортсмены практически заболели. Заболел ковидом Смирнов Данил. Был в очень хорошем состоянии. Саша Корзунин просто в РЗ тоже не участвовал. Вот. Алькова Анна, значит, она травму получила. Колено сейчас лежит в спортивном госпитале восстанавливаться. Вот. Бежали Сидоров и Суслова Вероника. Каких успехов добились конькобежцы? Есть ли чем-то уже порадоваться за них? Данил Сидоров, например, значительно улучшил дистанцию 5000 метров. Показал результат 6.47. 11 место на чемпионате страны. Ну, Суслова бежала командную гонку. Выиграли они ее. Но, к сожалению, она бежала без причаток. Это у нас нарушение. Нарушение правил соревнований. И команду сняли. Дисквалифицировали. Достаточно обидно. Золотую медаль потеряли. Очень обидно. Каких-то еще успехов, может быть, добились. И я знаю, что Данил Сидоров и Данил Смирнов, они обновили свои личные результаты. Насколько удалось улучшить? И удалось ли вот вписать эти результаты в книгу рекордов хотя бы Кировской области? Ну, в Кировской области, наверное, там еще пока не вписали. Но Данил Смирнов, он значительно улучшил дистанцию 1500 метров. Вот. Ну, на чемпионате, ну, предполагалось, что он пробежит вообще великолепные секунды, покажет. Вот за день до начала соревнований, к сожалению, заболел ковидом и выбыл из соревнований. Как сейчас себя чувствует? И когда ждать его возвращения на лед? Ну, он сейчас на сборе с Андреем Владимировичем Плюшниным. Готовятся они. Значит, конечно, восстановление тяжело идет. Состояние пока слабость, вялость, немощность. Ну, парень работает, тренер работает. Я думаю, что восстановимся. Давайте будем надеяться, что он как можно быстрее восстановится. Я просто напомню, что в прошлом году для сезона 2020-2021 годов для наших конькобежцев оказался одним из самых урожайных на победы и кубки. Достаточно было удивительно, с учетом того, как проходит всегда межсезон, как подготовка, потому что в Кирове нет крытого дворца для конькобежного спорта, приходится выезжать на сборы. И, соответственно, все конкуренты, они имеют возможность готовиться практически круглогодично. В этом году, наверное, пока загадывать о каких-то больших победах пока, наверное, не стоит. Ну, мы мечтаем, конечно, всегда мечтаем, что у нас повторим сезон прошлого года. Народ есть, народ, в общем-то, готовится очень серьезно. Вот. Дело в том, что у нас прошлый сезон был самый лучший за всю историю конькобежного спорта Кировской области. Ну, тут большая заслуга и Министерство спорта выделяют нам деньги, спасибо им огромное. И, конечно, работа тренера, прежде всего, главного тренера у нас Андрея Владимировича Плюснина, потому что он у нас ведущий специалист, и все по его программам подготовка идет. Сейчас народ, в принципе-то, среднее, старшее звено, прошли вот эти учебно-тренировочные сборы, готовы очень хорошо. Ну, лишь бы только сейчас со здоровьем все было хорошо. Как раз хотел вас спросить, чем сейчас занимаются конькобежцы? Первый этап Кубка России среди мужчин и женщин позади. Что сейчас делают ребята, где тренируются, как поддерживают свою форму? Ну, Смирнов, Корзунин и Сидоров сейчас, Сидоров в Челябинске будут готовиться и потом поедут со своим тренером, будут готовиться в Челябинске и поедут, значит, в Коломну. А Корзунин, Смирнов, они готовятся со своим тренером в Коломне сейчас учебно-тренировочный сбор. Мы когда с вами договаривались на записи этой программы, удалось договориться на встречу между тренировкой вашей и между отправлением ваших ребят на соревнования. То есть, я так понимаю, что сейчас вы занимаетесь на Родине, на стадионе Родина. Да, с 11 ноября мы начали подготовку на стадионе Родина. Спасибо, так сказать, дирекции юности, значит, что нас до них пускают и мы катаемся с 7 до 8 каждый день. С 7 до 8 утра? Да. Поправьте меня, 11 ноября это поздно для начала или рано для выхода на большой лед в Кирове? Ну, примерно вот у нас лучшие времена, когда погода позволяла, мы выходили 24-26 октября. Но вот за последние годы, в прошлом году 9 ноября вышли, где-то примерно в этот срок мы и выходим. А вот эти две недели, ну, неделя-полторы-две разницы выхода на лед в Кирове, они могут как-то сказаться на подготовке? Обязательно. Вот мы сейчас готовимся к Приволжскому федеральному округу, который будет в Нижнем Новгороде. Значит, если не будет вот этой подготовки, значит, нам просто там не выступить хорошо. Как раз буквально с языка сняли вопрос, какие соревнования планируются, в каких соревнованиях наши конькобежцы планируют принять участие и когда они будут? Ну, вот 11-13 декабря у нас первый этап ПФО в Нижнем Новгороде. Туда едет средний, старший возраст. Значит, второй этап Кубка России, вот сейчас у взрослых в Коломне будет 18-21 ноября в Коломне взрослые побегут. Это Смирнов, Сидоров, Суслова, значит. И юниорки, второй этап Кубка СКР отборочный 22-25 ноября. Тоже в Коломне. А в Кирове какие соревнования планируются на стадионе «Динамо»? Ну, у нас обычный календарь, как мы обычно начинаем в начале декабря, где-то порядка, я сейчас точно не скажу, но где-то, наверное, числа 11-15 декабря у нас открытие зимнего сезона. Приз турнир на призы Марии Исаковой, если я не ошибаюсь. Нет, это открытие сезона на призу Суслова Бориса Дмитриевича. Ну, и еще в течение сезона будет турнир на призы Исаковой. Да, весной будет. В начале марта. Насколько я помню, отзывы конькобежцев, они всегда хвалили лед на «Динамо», потому что удавалось ледоварам его подготовить. И единственный минус мог быть, могла подвести погода, если очень холодно, морозы, то лед, соответственно, трескается. И показать на нем какие-то быстрые секунды уже не удается. Ну, вот в прошлом году весь сезон, в принципе, лед был высокого качества на «Динамо». Надо отдать должное динамовским ледоварам. Значит, вовремя не было таких нетрещин больших. Они шпаклевали, вовремя все проливали. Так что мы откатались в тот сезон очень хорошо. Вы уже сказали, что скоро предстоят старты юниорам. Кто представит область на этих соревнованиях? И есть ли шансы у наших конькобежцев по итогам этих стартов отобраться в сборную России и выступить уже на международном уровне? Ну, на международном уровне уже ребята отобраны на Кубке мира с первого этапа. Они, значит, отобрались и уже уедут соревноваться. А что касается наших юниоров, у нас три юниора сейчас едут. Глеб Кочуров, Людмила Кураева, Фаина Попелышко. Значит, после первого этапа они с очками, все трое. И мы надеемся, что на втором этапе они еще увеличат количество своих очков и отберутся на третий этап. А третий этап у нас отборочный на первенство страны, значит, который будет в Челябинске. И третий этап это по многоборью будет он. Если наши ребята, я надеюсь, что успешно отберутся на чемпионат страны, кто будет их главными соперниками? Кто сейчас вот является на этапах, на юниорских этапах их соперниками? Кто будет уже на чемпионате? Ну, это спортсмены Москвы, Московской области, где катки есть. Челябинск, Иркутск сейчас подтягиваются, у них каток появился. Так что там, где есть крытые катки, там совершенно другие скорости, совершенно другой бег, другая техника исполнения. А как кировчанам, кировским конькобежцам конкурировать и выдерживать вот этот уровень конкуренции, я так понимаю, возросший уровень конкуренции с открытием новых ледовых дворцов? Удается вообще? Ну вот, если судить по прошлому сезону, то это искусство наших тренеров, все-таки, и спортсменов. Наши ребята приезжают, вот, вкрытые катки, у них глаза горят, они хотят что-то добиться, они работают, они стараются. Так же и тренеры. Тренер порой проводит по 2-3 тренировки. С одними провел, со средним звеном провел, с младшим звеном и со взрослыми. Приходится 3 раза только на каток ходить. Ну, пока вот конкурировал. То есть, получается, местные конькобежцы, например, в Челябинске, они уже привыкли к хорошим условиям, то есть для них это уже как данность. Они всегда пришли, в тепле переоделись, спокойно потренировались, и для них ничего удивительного в этих вот условиях тренировок нет. А для кировских конькобежцев это все в новинку, это всегда драйв, это всегда эмоции и желание улучшить свои секунды. Так точно. Они стараются, очень стараются. И вот самое-то главное, каждая тренировка проходит с огромным азартом, с желанием. Ну, конечно, тут, я считаю, заслуга у нас наших тренеров, которые работают, настраивают ребят. Ну, и потом сами спортсмены у нас надо отдать должное. Все-таки они у нас уже отобраны. Ну, я считаю, способны ребята, способны. Есть ли шанс у кировских конькобежцев попасть в национальную сборную России? Я знаю, что вскоре второй этап Кубка мира в норвежском Ставенгере стартует. У наших ребят есть шанс побороться хотя бы за расширенный список в эту сборную? Ну, вот если Данил Смирнов восстановится после болезни, вот у него есть, я считаю, шанс попасть в национальную команду и поехать на Кубки мира. Это уже в этом сезоне? В этом сезоне. Ну, что ж, будем надеяться, что не только Данил Смирнов сможет побороться за места в национальной команде, но и наши юниоры, они тоже смогут пробиться в состав сборных России. И я напомню, что сегодня гостем программы на спорте был тренер высшей категории, директор спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо» по конькобежному спорту. Виктор Володин, большое спасибо. Желаю удачи вашим воспитанникам в новом сезоне. Он уже не за горами. Новых побед и, главное, без травм и здоровья. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. На спорте.